Боб, давай! Боб, Боб, давай! Боб, давай! Боб, Боб, давай! Боб, давай! Боб, Боб, давай! Боб, давай! Мало лет назад, когда мир был еще очень молод, на Западе было племя, и их жизнь протекала спокойно. Силам придавало три светила на небе, но были завистники с других сторон света. Отправил к ним своего стрелка, и он выпустил стрелу, сбив светило. Наступил враг. Прошло время, люди племени приспособились, но жизнь была тяжела и страшна. Спустя века люди забыли о том, что произошло, и стали думать, что так и должно быть. Пока однажды трехногие вороны не рассказали, что есть такие земли, где светло, и можно разглядеть даже то, что находится очень далеко. Чем больше слушали люди рассказы ворона об этих чудесных краях, тем сильнее хотелось возгнать на этот дневной свет. Если бы здесь было светло, мы бы могли охотиться не только рядом с землей, и бродить в полюсу гораздо дольше, мы могли вовремя замечать врагов. И люди стали просить ворона принести свет. Ворон отказывался. Для этого нужно слишком велико лететь, а я уже совсем стар. Но люди так упрашивали, что наконец он согласился. Захлопав черными крыльями, ворон взмыл в темное небо и полетел на восток. Старые крылья устали в долгой дороге, и ворон уже был готов полемок назад, как вдруг увидел вдалеке посветлевшее небо. «Наконец-то! Я вижу свет!» сказал сам себе устану ворон. И, собравшись с последними силами, он полетел вперед, к свету, который остановился все сильнее, так, что уже можно было видеть все, что находилось на многие миле вокруг. Утомленная птица села на дерево неподалеку от какой-то деревни. На улице играл ребенок. Птица села рядом с ним, оттолкнула игрушку, и ребенок заплакал. Вождь спросил ласкового малыша, «Что случилось? Почему ты плачешь?» И ворон начал шуртать ей. «Скажи, что ты хочешь поиграть с шариком света?» Вождь не хотел, чтобы ребенок плакал, и попросил дочь принести мешок, в котором хранились шарики света. Он достал один шарик и дал ему. Ворон схватил шарик света и полетел на запад. Наконец, ворон вернулся в землю племени. Он раскрыл шарик, выронил его, и он рассыпался на миллионы крошечных пыли. Всю землю залил яркий свет. Теперь мы все видим. Посмотрите, какое голубое небо, а вдалеке снежные вершины гор. Вы никогда раньше их не видели. К сожалению, я смог принести только маленький шарик света. Иногда ему будет нужен отдых, чтобы вновь набраться сил и светить вам. Поэтому светодность вашей земли будет только в течение одного дня, а другой день будет царить ночь, как и прежде, и так по кругу. Но люди ответили, что они все равно счастливы, ведь раньше темно было постоянно. Люди никогда не забывали, кто принес им свет, любили и почитали его и его потом, потому что в глубине души боялись, что, рассердившись, он может унести свет обратно в далекую и восточную землю. Я ловлю отголоски несказанных слов, Но я чувствую, что ты готов. Я ловлю отголоски несказанных данных слов, Но я чувствую, что ты готов. Но чувствую. Слышишь, что ты принес для меня жизнь в свет, и я чувствую, что ты готов. Ты готов. Слышишь, что ты принес для меня жизнь в свет, и я чувствую, что это с чем-то больше. Слышишь, урла... Урла... ты заметил какое красивое световое и музыкальное и световое и музыкальное